Ну, мы в прямом эфире ждем, когда к нам начнут добавляться. Уже можно здороваться со всеми, да? Наташа, я здороваюсь со всеми. Мы смотрим. Вот к нам уже начинают присоединяться. Всех приветствуем, приветствуем. Да, а мы ждем Люцию, Люцию. Тема очень интересная. Когда мне Люция сообщила об этом, об этой теме, у меня сразу возникли вопросы. Я хотел эти вопросы задать. Ну, вот Люция появилась. Так. Наташа, помоги. Да, нажимай. Мне помогает Наташа наша, писатель из Белоруссии. Так. Вот она запрос прислала. Да. Вот там написано «помахать, помахать». Это что значит? Ну, это можно нажать вот так вот. Люция, приветствую, дорогая. Привет, привет, привет. Как меня видно, слышно, не темно? Все в порядке со звуком, с изображением? Видно очень хорошо, и мне, как мужчине, сразу хочется тебе сделать комплимент. Какая ты красивая. Спасибо большое. Так приятно. Так рада тебя видеть. Спасибо. Я радуюсь всегда нашим эфиром, нашим встречам совместным с тобой. Это всегда очень приятно. Спасибо. Я хочу тебе сразу сказать, если ты позволишь. Да, конечно. Когда я это название прочитал, сразу возникло несколько вопросов. Если ты позволишь, я их задам. Потому что, я думаю, не только у меня будут возникать такие вопросы. А может, только у меня. Я не знаю. Может, я такой вредный. Я не знаю. Ну, у меня в памяти сразу всплыло. Я когда работал в психиатрической больнице, в интернуре, после института, вот мы когда опрашивали у родственников, они были у больного в роду. В роду. Угу. У больного какого-либо такого. Угу. Ну, они копались у себя в роду, там копались. Ну, мы же не все своны свалились, да? В основном все обычные люди, и поэтому у нас у всех родословная большая. Да, да, да. Ну, кто ее знает, он может докопаться по своему древу корней до третьего-четвертого колена. Ну, безусловно, у всех у нас были и больные, и бизнесмены, и бизнесмены, такие молотки, которые там могли зарабатывать вопреки всем ограничениям, как говорится. Вот. И были такие скромные, которые не зарабатывали денег. Я не знаю, я сейчас в тему говорю или нет? Очень в тему, да. Да, и поэтому всегда опираясь на свои родословные, человек может найти и тех, и других, которые у него родословные. Это первый вопрос у меня возник. А второй вопрос очень важный для меня, лично для меня, потому что это вопрос этики. Потому что я знаю, например, что можно так, наслушавшись разных методик, так себя раскочегарить, что несмотря ни на что начать зарабатывать вопреки этическим установкам. Ну, как обычно некоторые жулики делают, потому что, ну, некоторые сознательно делают, а некоторые, так сказать, обманывают людей по другой причине, ради наживы и так далее. А человек может вот так наслушаться, наслушаться методик различных, снять у себя ограничивающие убеждения. Некоторые из них идут от совести. И как начнет зарабатывать, ну, я знаю одно правило. Если человек в своих действиях, подчиняясь чужим советам, выходит за рамки своей карты, ну, внутренней, все равно потом он так сильно споткнется. Потому что чужой совет выполнить можно, но ответить за неожиданные последствия человек не способен, потому что это не его линия. Ну, я, наверное, сформулировал два этих вопроса, да? Да. Хорошо, спасибо. Ты знаешь, я в теме денег, наверное, с самого института, потому что я училась в финансо-экономическом институте, я защищала магистрскую диссертацию на тему, как компания зарабатывает прибыль, как ее учитывать. С 21 года я работала в компании, сделала очень быструю карьеру за 5 лет, и потом 17 лет уже по сегодняшний день я занимаюсь бизнесом. Это одно из моих направлений. И вот уже последние лет 6, наверное, я занимаюсь и тренерской деятельностью, и помогающей практикой. И ты знаешь, что у меня есть проект «У тебя получится». И «У тебя получится» – это проект о том, чтобы у людей получалось, да? То есть в разных областях, в разных сферах, разных интересах, целей. И вот рассуждая как бы на эту тему и анализируя много, почему у людей получается или нет, в один момент, в какой-то, да, и учитывая свой жизненный опыт, я поняла, что, ну, как бы, первое, что должно получиться, одно из основных – это наладить свою денежную сферу, потому что это материальный базис, это то, что позволяет человеку максимально жить свободно. Но то, что ты обозначил, это очень важный аспект этой темы, потому что речь не идёт только про то, чтобы зарабатывать во что бы то ни стало. Но деньги – это всегда про позицию взрослого человека. У детей денег нет. Ну, это очевидно, без денег мы можем купить. Хлеба не купишь, не накормишь. Да, и, конечно, но, знаешь, интересная история, почему я про, в том числе, родовую историю говорю. Здесь и родовая история, семейная, и тот контекст, в котором мы живём в нашей стране. Это очень важно. Наша страна особенная. Мы столько лет разжили в коммунизме, где денег не было, где всё общественное, коллективное и прочее. И, естественно, это наложило на нас, на всех свой отпечаток. Вот ты очень здорово сказал, что когда болезни у людей психические оценивают, всегда собирает она у нас. Вообще любые болезни. Потому что мы личности состоим из множества аспектов. У нас есть физическое тело, ментальное тело, духовное. То есть много разных аспектов у нас есть связь с предками. Это действительно генетическая память. И мы генетически взяли от своих предков не только какие-то физические аспекты. Например, у нас глаза карие или голубые. Мы похожи на маму или на папу. По заболеваемости есть наследственные заболевания и так далее. То есть у нас есть это всё на физическом уровне, на психологическом уровне, потому что мы дети своих родителей. И точно так же мы берём от семьи своей установки относительно всего. Это не значит, что мы целиком и полностью их повторяем. Нет, у нас у всех своя жизнь. И вот эта взрослая позиция как раз и говорит о том, что мы управляли своей жизнью. Но знать о том, что влияние семьи на нас есть, это тоже важно. Это расширяет свой собственный диапазон. И считается, что на нас влияет семь поколений. И если мы посмотрим, что было семь поколений, я вот сейчас собираю с мамой, мы делаем древо наше. Мы год уже этим занимаемся. И мы дошли до 1780 года. Я посчитала, это реально семь поколений. Это, грубо говоря, сколько? Ну, 200, да, 200 лет. 800, 900, вот это все. То есть 200, 250 лет. И если мы посмотрим на историю нашей страны, что происходило эти 250 лет, мы увидим интересную историю. Но здесь нужно, понимаешь, как бы отойти от себя немножко и вот так вот подняться в мета-позицию и посмотреть сверху, что происходит. И мы увидим очень интересное закономерность, что вначале было крепостное право. Потом, долго достаточно, да, потом, когда его отменили, был очень небольшой промежуток вот этого промышленного роста, когда были купцы, промышленники и работники. И тогда не было еще понятия 40-го часовой рабочей недели. То есть в нашем понимании, сразу после вот отмена крепостного права появилось, эксплуататоры появились. И потом сразу революция. Потом 70 лет коммунизма, где не было частной собственности. И последние 30 лет бурный рост, накопление капитала. Вся эта история, которая Европа прошла 500 лет назад, а мы за 30 лет пытаемся установить частную собственность, преемственность поколений, защиту своего бизнеса. Ну, в общем, все, что нормальный мир прошел тогда, 500 лет назад. У нас нет этой культуры. И вот это все, почему я про это говорю? Потому что есть такое понятие, как коллективное бессознательное. Оно на нас влияет. И хотим мы этого или нет, оно на нас влияет. А коллективное бессознательное определяет нашу родовую историю. И почему мы такие, какие мы есть? Потому что мы выросли в семье своих родителей, они в семье своих родителей и так далее. Плюс вот эта генетическая память. И история в том, что все установки, которые связаны с деньгами, они особенно в деньгах, они очень странные в нашей стране. Они иногда дикие, иногда вообще это какой-то микс, который и коммунизм пришел к нам, и за последние 30 лет, и вот этот бэкграунд, про который я говорила. И что здесь интересно? Здесь интересно наблюдать за собой, что, какое у меня отношение с деньгами, и видеть историю своей семьи. И вот когда ты говоришь про второй, это первый вопрос, коротенько, что на нас это влияет. Мы потом его еще развернем. А второй вопрос о том, что да, люди, я понимаю, это твои опасения, но я всегда за, естественно, за экологичность, но сейчас поясню. Отношения с деньгами очень интересно подсвечивают вообще, на мой взгляд, отношения человека, в принципе, с жизнью. Это про чувство собственного достоинства. И про порядочность, с одной стороны. С другой стороны, про позволение себе нечто большего. про способность обменивать свое время, знание, опыт, компетенции на деньги. Это про самоценность. Это, естественно, совершенно не говорит о том, чтобы снять с себя ограничение, которое вообще просто убирает все понятия морали, этики и так далее. Конечно, нет. Речь идет о том, чтобы вырастить собственное достоинство. Потому что из достоинства произрастает желание лучшей жизни, обеспечения себе этого уровня жизни, себе, своей семье, путешествий, красоты. Вот всего того, что дают деньги. Честно в этом признаться, что это мне необходимо. Посмотреть, какова моя ценность, что я могу производить с миром обмен. Увидеть текущую ситуацию, как она есть, сказать, да, у меня вот здесь не очень. Я вижу, что у меня вот, ну, заработка мне очень получается, что-то мне мешает. Возможно, есть какие-то сложности. Кто-то сложно зарабатывает, кто-то неправильно тратит, да, потому что, потому что есть такие истории, например, у меня все хорошо с заработком, но я не могу копить деньги, и я не могу вообще, чтобы они у меня были. То есть человек сливает деньги, как только их заработал. И если мы заглянем в историю семьи, мы увидим, что в этой семье, например, были раскулачены, например, в 90-х годах родители потеряли, помним, да, в 92-м году, когда все это обесценилось. И человеку настолько опасно иметь деньги, что даже если у него все в порядке с зарабатыванием, то он не может их вообще держать у себя. Да, и эта тема, на самом деле, очень большая, и вот здесь имеет смысл вглядываться в историю своей семьи, чтобы видеть, какие стратегии и я повторяю, потому что есть такая штука, как лояльность. Лояльность нашему роду, потому что мы маленькие, а родовая система для нас большая, и мы ей принадлежим. И мы, являясь частью системы, хотим быть принятыми в этой системе. Как только мы начинаем сильно отличаться, для нас это не эзотерика. Здесь вообще нет никакой эзотерики, да, я вижу. Я еще раз повторюсь, если вы не слышали, я занимаюсь 17 лет бизнесом, и у меня очень много компетенций финансов. Никакой эзотерики речи здесь нет. Это наука. Потому что, если мы говорим про коллективное, в том числе бессознательное, да, еще Вернадский сказал, в каком году, что есть вот эта ноосфера, есть вот этот высший разум. Никакой эзотерики здесь вообще близко нет. Но вы можете в это верить, или вы можете в это не верить. Нет, конечно. Конечно. Это есть законы системы. А мы, семья, это система. У семьи, какой основной, у системы, какой основной закон? Сохраниться, выжить. И нам родители передавали выживательные стратегии, которые мы используем в жизни. Это я понимаю. Спасибо, Люсей. У меня, по ходу, вопрос еще возник. Потому что я так в свое время думал, что я не умею зарабатывать деньги по той причине, что у меня что-то не в порядке с пониманием, как это делается. Потому что я смотрел по телевизору, как зарабатывают люди деньги. И думал, что-то со мной не так. А потом я понял, что эти миллионеры, которые у нас, они просто кормушки присосавшиеся, получают их на всяких госделах. И поэтому они там ходят по этим коридорам, кланяются им за это, отстегивают. И не подобало бы мне быть таким. Во-вторых, мой приятель был первый миллионер СССР. Артем Татарин. Я помню ту ситуацию, когда в стране рынка вообще не было. И он поэтому легко стал миллионером. Потому что он там купил, здесь продал, там компьютеры лесок, которых кубики были, которые быстро растворяют в Одессу, такие всякие. Да, да, да. Привозили, продавали. Но рынок был пустой. И поэтому тогда миллионером легко было стать. Но тоже жилка нужна была. Ну, конечно, конечно. Ну, конечно. И третий момент. Дело в том, что женщине, конечно, понятнее, что ей нужны какие-то программы подготовительные. Какие-то такие вот правила, по которых она могла бы зарабатывать. Потому что женщине понятнее, для чего нужны деньги. Ей надо детей кормить и так далее. То есть, ей не стыдно говорить о том, что моя услуга, например, стоит денег, потому что у меня есть сын или дочь, его кормить надо. То есть, для нее это очевидно. Не всегда. Ну, я понимаю, что есть счастье. Да. Но вот этот, мы сейчас переходим к главному вопросу. Дело в том, что человек, как целостная сущность, духовно-физическая, душа требует отдавать, любить, сопереживать, созидать, быть самим собой, сотрудничать. душа бесконечно. А тело, оно конечно. И поэтому тело, оно требует самосохранения, тепла, еды, теплые постели, крыши хорошие над головой, когда вышел, чтобы дождик, зонтик красивый, потому что ты в социуме. И так далее, и так далее. И вот этот вот некоторая несогласованность души и тела для меня, как для психофизиолога, психических, физиологических процессов. Да. Материи и духа. Это же глобальный вопрос несогласования материального и духовного, которые породили сегодня такие противоречия во всем мире, вплоть до этих самых, что сейчас происходит. Вот это вот. потому что мир ищет новой организации взаимодействия духа и материи. Потому что это противоречие как в каждом человеке между тем, что он хочет и между тем, что может им и можно ему этически. То есть вот это большое противоречие. И вот сегодня, когда у нас капитализма как такового нет, то это не капитализм. Это, я не знаю, может ты лучше знаешь, как это назвать, то, что сегодня у нас происходит. Сорсализма тоже нету. У нас только там какие-то, как мы отметили сразу, первые-первые попытки понять, что это такое вообще. И вот тем более, как ты правильно сказала, в нашей истории столько было побитых инициативных людей из той и с другой стороны. Поэтому, конечно, я считаю, у тебя очень полезная будет программа, потому что ты поможешь людям разбираться. Его стыд, может быть, зарабатывать, может быть, просто комплекс, комплекс выработанной дяди, которого расстреляли в свое время в колхозе за то, что он был зажиточный колхозник. Именно. Или с другой стороны, я тебе, кстати, скажу, я знал человека, который, ну, извини меня, тупой до безобразия. Но он очень богатый человек, очень богатый человек. Он рейдер, один из крупных рейдеров России, который забирает аэропорты, забирает железные дороги, забирает здания. и он мне сказал такую вещь. Я, когда был маленький, я смотрю на пирожок. Ну, бабушка мне дала пирожок, а я смотрю на него и думаю, как бы из него сделать рубль? Маленький был, сволочь, уже был такой оголтелый в этом отношении, но я считаю, что это с психикой не в порядке. Потому что, если бы он был порядочным человеком, он бы аэропорты не забирал. Это вообще тема очень глубокая, что ты затронул аспект духовности и материальности. на мой взгляд, здесь очень большая дихотомия, которая происходит из путаницы понятий. С этого начнем, определим понятия. Потому что почему-то у многих людей есть такая странная сцепка в понятиях, что духовный человек это человек, который отрицает материальное. Как будто бы дух, он существовать в человеке может душа отдельно от тела. И вот человек духовный почему-то в нашем сознании это человек, который вообще не про деньги. Вот если он духовный, он вообще не про деньги. Если он материальный зарабатывает, то он не духовный. И вот здесь человек, который хочет быть духовным, который хочет развиваться как личность, для которого важны ценности, такие как порядочность, моральное устое, такие как взаимодействие, экологичное взаимодействие с людьми, он вдруг находится в этом диссонансе, внутреннем конфликте, говорит, ну как бы у него происходит это, что если я буду про деньги, то я как будто бы потеряю свою духовность. Это одна из самых больших и вредных иллюзий, на мой взгляд, потому что дух, он божественен, он больше, чем все мы, но у нас есть внутренняя часть этого духа, наша душа, она обретает в нашем теле, невозможно развиваться духовно, исключая материальную составляющую. Мы в этот мир пришли в нашем теле, в нашем сознании, в нашем, вот в этом вот во всем и позаботились. Естественно, я даже думаю, извини, я даже думаю, что у нас это отложилось от раннего христианства, ведь дело в том, что Христос говорил, не хлебом единым жив человек, то есть он же, когда это говорил, он не имел ввиду, что ему кушать не надо. Он имел ввиду, тогда шла борьба между фарисеями, между вот этими налоговщиками, вот эти, которые находятся в христианстве. Этот исторический период был такой, что он был вынужден защищать позицию души, он был вынужден защищать позицию души, но как обычно, когда мы не знаем хорошо контекста, у нас получается перегиб в одну сторону и в другую, сейчас весь мир ищет согласование, и в религиях тоже ищут согласование между духовными потребностями и физическими, материальными. У меня есть, например, такая вот фраза, что формула счастья до изумления проста, хорошо, когда ты занимаешься именно любимым делом, а тебе за это еще и деньги платят. там полный баланс, но вот где, в какой стране это более реализовано, там люди более счастливые. Абсолютно точно. Я с тобой полностью согласна. Но смотри, если мы продолжим как бы тему, ну, я думаю, что про духовность, про материальную, это вообще тема так называемой конфликтной уязвимости, да, потому что как только ступаешь в какой-то религиозный или духовный дискурс, то мы вообще попадаем в истории вот этого непонимания, да, друг друга, люди могут очень реагировать, потому что это тонкие материи, и здесь надо каждому человеку разобраться самому, да, то есть это на самом деле путь, который каждый человек должен пройти. Но правда, посмотрите в том, что тело и физическое и благосостояние человека ни в коем случае не отрицает его духовность. Это одна история. Вторая история про то, что людям кажется тоже, опять же, да, что те, кто зарабатывают в бизнесе или еще как-то, и на это опять откладываются наши родовые и страновые вот эти системные, да, я бы даже сказала, укропнил бы аспекты, что, например, он как бы заработал, в смысле, у тебя много денег, значит, ты вор, значит, ты мошенник, значит, ты как-то так обманул всех, куда ты вообще взял денег, да, вот это вот накопление капитала, которое, ну, действительно, в 90-е, мы все помним, как они происходили, и всякое разное было, и в самом, там, в нашем советском прошлом было, что если ты парцовщик, если ты умеешь торговать, то ты вообще какой-то плохой человек, и это реально внутри нас очень соединяется, это одна история, вторая история про человека, который нормально, хорошо, условно говоря, работает, да, у него есть работа, там, любимый, нелюбимый, сейчас мы пока не об этом, это чуть позже, так вот, для него больше денег равно больше работать, почему-то это тоже еще один стереотип, это тоже не, это тоже лишь наши когнитивные искажения, потому что мы так привыкли, это называется линейная стратегия, то есть больше, если ты хочешь больше денег, иди больше работай, но это не всегда так, потому что дальше мы попадаем как раз в эту историю, которую ты очень правильно сказал, ты счастлив, когда ты занимаешься своим делом, а тебе за это еще платят, я исследую сейчас эту тему, наверное, потому что чуть-чуть ее дополню, потому что заниматься любимым делом, чтобы тебе за это еще платили, но это прям, людям кажется, что это вообще какая-то сказка, что это, ну как, вот как, мне нравится, я не знаю, человек говорит, мне нравится гостей принимать, мне нравится, чтобы дома был порядок, мне нравится, я люблю просто, я не знаю, вино выпить с друзьями, я не знаю, я сейчас фантазирую, как я из этого, как я вообще могу на этом, причем тут деньги, мне нравится вообще не работать. Тогда мы начинаем смотреть в очень интересную историю. Мы смотрим, а что тебя наполняет? Вот ты, когда свои картины рисуешь, ты ведь не тратишь энергию фактически. Вот я, знаешь, мне так и подбывает тебе сказать одну вещь. Вот ты такая умница, вот ты этим занимаешься, ты там этому еще и училась профессионально, и этим работаешь профессионально. Вот если бы я, не проходя никаких семинаров твоих, а ты бы мне просто на ушко сказала по дружбе, слушай, ты так много работаешь и картины рисуешь. Да я тебе подскажу, как деньги зарабатывать. Ты можешь так сделать? Нет. Почему? Вот что там не хватает? Вот какого механизма? Ты знаешь, я вообще считаю, что верить в такие сказки, в иллюзии, что кто-то тебе сейчас придет и что-то на ушко шепнет, это магическое детское мышление. Да, когда... Да, это уже интересно, да. Это уже интересно. Этого все очень хотят. Все очень хотят, потому что взрослая часть пока не знает, как. Во взрослой части очень сильны вот эти стереотипы семейные, шаблоны всякие и линейные стратегии, что больше зарабатывать, больше работать, либо пойти воровать. Да, то есть я буду каким-то там плохим человеком, который всех обманет, который там снимет все ограничения и как бы мораль растопчево пойдет. Или кормушки прикрепиться там. Да, или кормушки прикреплюсь и все. Других стратегий как будто бы человек не видит. Поэтому вот сейчас то, что мы наблюдаем, да, поскольку вот все эти стратегии, они либо, значит, ты какой-то плохой, либо тебе надо упахаться и убиться, либо присосаться к кормушке. Нет родственников, как бы вариантов нет. Вторая история лежит, мы же всегда очень часто в таких острых темах противоположностей. То есть один край и другой край. То есть один край говорит, невозможно, будучи мной, но обычным человеком заработать. А второй край говорит, наверняка есть какая-то классная штука, например, девушка типа Люции, которая на ушко мне что-то шепнет. Или мой друг, который сказал, слышь, там какая-то классная штука, там финика, не финика, где обещают 350%. Пошли туда. И людям хоть кол на голове тиши и говорим, что это финансовая пирамида, люди туда идут, потому что вот эта вера в сказку, в чудо и в то, что вот эта детская, невзрослая позиция, она выше нас. К сожалению, ну как бы, это неприятно слышать, это никому, многим не хочется про это говорить, но это правда. Потому что вспомните сказку про Буратино и вот закопай свои денежки и вырастет денежное дерево, в это хочется верить. Потому что мозг пока, он как бы не видит других вариантов, а другие варианты есть. Дорогая Люция, скажи, пожалуйста, одну вещь. Вот у меня сейчас прямо вспомнилось, помнишь, это «Женись» там, вот есть передача телевизионная, «Давай поженимся», что ли, или как? А, давай поженимся. Ну да, да, да. Там ведет женщина, очень известная такая вот. Гузеева, по-моему. Да, да, Лариса Гузеева. А, ну да. И она одному молодому человеку сказала, а ты женишь на татарке, и у тебя всегда деньги будут. Вот я хочу понять. Да, 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 я это часто видел, мне так было сомнение. Я хочу понять. Вот у разных национальностей может быть разная избирательность к зарабатыванию. Вот может быть, у русских там склонность не зарабатывать, или зарабатывать, или у итальянцев зарабатывать, не зарабатывать, или у немцев. У кого-то, может быть, по народной, по вот этих вот геномных чертах, вот какой-то больше или меньше интуиции. Родовой. Не только родовой, как говорится, но и вот это вот этническое. Китайцы, например. Да, этнические. Вот интересно. Слушай, спасибо тебе за вопрос. Это какой-то офигительно расширяющий меня вопрос, и я обязательно в эту сторону посмотрю. Но сейчас, наверное, у меня нет данных, у меня нет опыта в этом, но я попробую порассуждать сейчас на эту тему, и вместе с тобой давай порассуждаем. Почему парататар, да? Во-первых, есть некие религиозные аспекты, как и мне кажется. Потому что, например, православие, католицизм и мусульманство очень отличаются между собой. И, например, в мусульманстве там вообще нету... Там, наоборот, знаешь, такая... Вот у меня мама... Я сразу скажу, я плохо все это знаю. Я знаю это со слов моей мамы, которая читает намаз. и много мне что рассказывает. И вот она говорит, что на самом деле в Коране написано, что человек должен стремиться к лучшей жизни. Там это прям приветствуется. Что ты должен быть успешным. Ты не должен сидеть и ждать, когда тебе Бог даст какую-то возможность. Не, ну это серьезно, но самое главное, кто как это понимает. Это же толкователей так много, этого Корана, как и... Конечно. Я сейчас вообще ничего... Я сейчас вообще ни о чем не толкую. Я пытаюсь нащупать какие-то аспекты. Да, я тоже... Пишут христианство. Религия... И она не то, что религия для бедных. Там просто есть такой вот... Мне кажется, это... Я не знаю, зависит ли это от религии или зависит это от этмоса, но в России есть такая черта, что люди любят страдать. Ну как бы вот ты... Если пострадал, ты молодец. И нам велел, да. Он терпел, и нам велел. Вот оно все равно где-то глубоко внутри сидит. Да, конечно. Поэтому, может быть, какие-то большие пласты как-то влияют. Это я только предполагаю. Это я только опять же, знаете... Наташа, принеси мне, пожалуйста, картину Христа. У меня я картину нарисовал. Он на кресте, Христос. Такие глаза у него. Такие глаза. Принеси там. Я покажу сейчас. Это очень важно, потому что ты же начал с того, что у нас из коллектива... А, далеко, да? Тогда не надо. Коллективное бессознательное ты с этого начала. Действительно, ты сейчас так глубоко проникаешь. И вот у меня вспыхивают ассоциации, я поэтому включаюсь в разговоры с вопросами. Потому что я думаю, что, может быть, еще у кого-то такие вопросы возникают. Может, он даже и не думал об этом. А на самом деле, если посмотреть... Да, это очень... Я, например, был в Армении, я был в Армении, там иконы есть. И на этих иконах все такие толстенькие мужички. Да-да-да. А на наших иконах в Москве Христос, например, такой несчастный, такой... А там в Армении Христос такой кругленький. Ну, интересно, правда же? Я думаю, что есть аспекты. Есть, есть. Но все же мы много очень на нас накладываем особенности нашей страны, нашей истории, нашей конкретной семьи и личной качества, конечно, как ни крути. Но что-то подобное есть. И мне вот не хочется в эту историю совсем сильно уходить, потому что, ну, как бы мы затрагиваем очень большие тут аспекты. И... Просто будем иметь в виду. Будем иметь в виду. Ну, это тоже есть. Что это тоже есть. Вот смотри, здесь... Да, вот здесь очень классно написали комментарий навязанное чувство вины и стыда через религию. Я бы сказала, даже дело не в религии, дело, знаете, есть культурологические особенности. Вот, например, есть культуры, которые управляют своими людьми через чувство вины или через чувство стыда. Они так и называются. Культуры вины, культуры стыда. В нашей стране классика это стыд. Вот это как тебе не стыдно, мы все знаем. Нас в детстве этим ругали, этим как бы, ну, как бы, ай-яй-яй, вот это всё, ты какой-то не такой, это всегда история была. Это, например, как раз стыдно быть богатым. потому что я тебе скажу, дорогая, стыдно, это хорошая штука, смотря, как этим манипулируют. Стыдно очень глубоко. Я про это говорю. Стыд очень глубокая эмоция. Более того, стыд имеет, да, как бы, я сейчас рассматриваю аспект, да, это регулировщик, и любая эмоция имеет право на жизнь. Я говорю о том, что, как нами через это создают наши ограничения. Я не говорю, что ты должен быть, ну, как бы, мы должны быть бесстыжимы все, конечно, нету. Стыд, это внутренний, как бы, контролер, это хорошая штука, но тогда, когда она здравая, здоровая. Я же говорю о том, что нами, на нас навешивали какие-то манипулятивные стратегии через вызывание чувства стыда. Что такое чувство стыда? Нам, мы внутри себя почему-то всегда ориентируемся, как нас оценят окружающие. И, с одной стороны, это хорошо. Это есть некий ориентир. Но, с другой стороны, когда мы закапываемся в этом, то мы теряем, как бы, себя, чувство собственного достоинства. И тогда нам кажется, что деньги становятся... Цепка произошла опять. То есть, деньги стыдные. Вот о чем я говорю. Пока время наше не кончилось, хочу еще острый вопрос задать. Давай. Я тут недавно разговаривал с одним человеком, с Германией, мы с ним говорили. Там, вот сейчас же засилье идет мусульмана во всем мире, да, ислама. Ислама. Ну, и там, в Америке, там проблемы, там, эти мигранты, они их пустили, значит, они ведут себя слишком энергично, попирая, значит, местные законы. Ну, так бывает. Игнам запустили, мигрантов, и так далее. Я вот думал, почему, собственно говоря, из какой религии происходит, почему ислам больше распространяется сегодня. Я подумал, может, потому, что там, когда человек человеку помогает, обратно меньше берет мзды за свою услугу, помощь и так далее. То есть там, как работает кредитная система. Человек берет в банке, например, деньги за очень маленький процент. Мне так сказали, я не знаю, может, ты знаешь. А вот другие системы работают за большой процент. Так вот, зависит от этого, как в Коране проповедуется манера общения с людьми, помоги человеку, и что ждать от него взамен. Ну, например, дал ему деньги, ты в рост сдаешь деньги или помогаешь ему? Вот у нас кредитная система, кредиты там, ну, большие какие-то проценты. А говорят, что в исламской церкви, не церкви, а в банке, там совсем маленький кредит. Вот может, поэтому распространяется ислам. Ты же касаешься сейчас программ денег, я думаю, может быть, само распространение по земному шару, исламу. Даже Касси Усклей, боксер, стал Мухаммедом Али. Ну, да. И он говорил о том, что там есть порядочность. Вот вопросы такие, я не за то, что какая религия лучше или хуже, я не за это. Меня просто интересует вот эта социоэкономическая сторона, которую мы затронули в твоей программе. финансовая сторона. Это интересно. Но я, насколько знаю, я не сильна в этом вопросе, я сразу скажу, но я знаю, что все, что касается мусульманской финансовой системы, исламской финансовой системы, там нет в чистом виде расставщического, в таком понятии, как банковский процент. Там идет через, там что-то типа венчурных фондов, как бы вложение в компанию. То есть банковский процент это, ну, не приветствуется. И исламские банки это фактически инвестиционные институты. Я сейчас могу что-то неправильно как бы сказать, но примерно смысл... Интересно, правда же? Смысл такой, что ты не просто даешь в долг, а ты даешь как бы на развитие бизнеса банк. И через это можно как бы развивать, помощь оказывать. А не так, что тебе просто дают проценты, деньги под проценты. Вот это интересно, мне кажется. Это интересная история, потому что здесь затрагивается как бы вот, знаешь, вот это вопрос добавочной стоимости. Ведь за счет того экономика растет? Добавочная стоимость? Дорогая, я знаю, что я имел в виду. Сколько это самая последняя религия, самая молодая. Мне кажется, Христос, Христос, когда вот был после Моисея, правильно? Христос боролся с тем, он говорил, что не хлебом единым жив человек. Потому что у Моисея как было? У него в иудаизме там было, ну, во-первых, интересно, как он сам со скрыжателем из горы Сына и вернулся, а они в это время собрали золотого тельца, сделали и ему малились, он их палкой побил. Чтобы они перегиб не делали в материальную сторону. Это во-первых. Во-вторых, в иудаизме, насколько я понял, может, я ошибаюсь, там, в смысле, своим давай не в рост, а другим давай в рост. то есть, для него ближние, для него ближние это свои, а для Христа ближние это все, потому что он тогда провел притчу о самарянинах, когда человека там где-то на дороге побили, проходил один там, проходил второй ближний, так сказать, своей религии, никто ему не помог, а проходил чужой религии самарянин, его умыл, одел, накормил и денег дал на дорогу, и он, Христос спрашивает, ну, кто ближний для него, и тут все ответили, что самарянин, ну, то есть, и он говорит, так и для вас каждый ближний, независимо от какой веры, то есть, у него уже, он позже в Моисея был, то есть, помоги человеку, а не только тому, кто твой, а потом появляется ислам, который и с этим борется, и уже там это ростовщичество вообще почти нет, то есть, по существу идет, как раз-таки смена эпох религии, более-более современной, 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 к тому, чтобы вообще общение человека духовное, материальное было ближе к человеческому и ко всем, а не только к своим такому маленькому кругу, не только к кругу чуть побольше, а ко всем, но дело в том, что там идиотов так же много, как и хороших людей, и поэтому те делают перегибы в свою сторону, то есть, они начинают другим говорить, а вы, раз вы не в исламе, значит, вы неверные и так далее, значит, вы свою мать не любите, отца не почитаете, ну, вот это межрелигиозные дела, это уже политически. Ну, мы на самом деле немножко, да, влеклись в другую сторону, мы хотели как бы исследовать родовые этнические вопросы, немножко перешли, да, в глобальный, ты всегда мыслишь очень глобально, это, конечно, разговор с тобой всегда очень расширяющий. Потому что у нас же аудитория широкая, я подумал, что раз у меня эти вопросы возникают, наверное, наверное, есть, потому что, ну, как тебе сказать, если ты такая умница, такая образованная, ты такая компетентная, ты хочешь людям объяснить, как им жить, как им зарабатывать, быть честными и богатыми, вот, честность и богатство, быть честным, раз ты хочешь им это объяснить, то я посчитал, что я же тоже нормальный человек, у меня возникли вопросы, я поэтому их задал, правильно? Да, да, тоже возникают, а у кого я еще спрошу, если ты с тобой выходишь, правильно, да? Ну, да, вот на самом деле в теме денег вот как раз очень много навешано того, что как бы утяжеляет эту тему и это у меня кошка чихает, кошка пришла ко мне, вот, хорошая кошка, да, ты знаешь, навешивает какие-то вот эти гири, что ли, на понятие, на само понятие денег, его очень сильно, как сказать бы правильно, деньгами, очень много манипуляций этим понятием, чтобы в том числе управлять людьми, это большие механизмы и в этой теме очень много мифов, очень много стереотипов, очень много того, что мешают одно с другим и от этого человека в голове нет ясности. Расскажи мне, что курс твой пройдет в результате, что он получит? Во-первых, человек будет понимать, каково сейчас положение вещи, то есть я всегда говорю, начинать с честности, что происходит сейчас у меня в жизни в отношении денег, найти свои неэффективные стратегии, потом найти причины, по которым эти неэффективные стратегии в моей жизни происходят. Одна из причин, это как раз история семьи, но не единственная, мы просто взяли сегодня этот аспект, потому что мне показалось, что действительно это глубокая просто очень тема, и она действительно разворачивается, видишь, как она разворачивается, какие аспекты, и посмотреть в это, и увидеть, что я с одной стороны принадлежу своей семье, я принадлежу своему роду, и, кстати, вот этот аспект мы еще не обсудили, мы говорили о том, что есть неэффективные родовые стратегии, когда там отнимали деньги, когда было на самом деле у нас в роду есть еще и позитивные денежные стратегии, и это тоже надо видеть и понимать, что если вот ты говорил, что кто-то там оборотистые были, дед был, или хорошие были купцы, это поддержка для кого-то, это обалденная поддержка на самом деле, потому что вглядываясь в свою семейную историю, можно видеть и хорошие, то есть у нас много всего, это не цель сценик. Я изучаю свою родословную, находи там родственников, которые были успешны, значит у тебя в крови, наверное, это есть, поэтому обрати на это внимание и следуй этому примеру. это очень большая точка роста. Это очень большая точка роста, но и задача видеть, и хорошие, и не очень, находить, отсоединяться от этих стратегий, потому что наша задача быть, вырастить в себе взрослую личность, цельную. И основное, про что я, про что курс, это про создание нового образа себя, цельного. Нельзя просто взять вот какую-то маленькую часть, сказать себе, теперь я умею зарабатывать легко, радостно. Так не бывает. Мы будем работать с цельным образом я, потому что я всегда шире на самом деле, чем мы о себе думаем. Вот есть такое ограничение ума, что мы привыкли себя видеть каким-то одним, и кажется, что я только такой и никакой другой. На самом деле мы всегда больше наших представлений. И вот найти себя большим, это в том числе задача курса. А самое главное, что мы будем исследовать, там и мастер-майнд у нас будут, и творческие задания, и это будет действительно интересная работа, это как раз нелинейные стратегии. А нелинейные стратегии, это когда мы находим в себе то, что нас наполняет, то, от чего мы кайфуем, то, что может быть другим людям кажется, что это какой-то, вот как говорят, фрик-фактор, что это какая-то, ну вот, какая-то твоя черта, которая такая странная, она так мешает, и некоторые... Ты мне бабла тут возьмешь, запишешь на свой курс. Ну, да я с радостью, конечно. Вот, вопрос тут был, где найти, почитать о курсе, переходите на мою страничку в Инстаграме, там ссылочка будет сразу на курс. Есть, последний эфир еще мой сохранен на эту тему, я много постов на эту пишу. Так вот, вот этот образ, поиск стратегий нелинейных, интуитивных стратегий, парадоксальных стратегий, потому что это, знаешь, как называется, хакнуть систему, хакнуть наш мозг, который привык мыслить какими-то шаблонами. Можно это сделать через творческие методы, мы в том числе будем рисовать, мы в том числе будем играть, мы будем работать с метафорой, с символами, и мне это не курс финансовой грамотности. И когда меня спрашивают, типа, что мы нау... Вы будете... Я не учу зарабатывать в чистом виде. Я вот этого нет такого, что, Люци, ты мне шепнешь, что это на ушко? Мне так понравилось, как ты это сказал. Нет, конечно. Каждый человек должен исследовать это сам. И я ведь не только про деньги, то есть моя задача, мой метод, это у тебя получится. Это раскрыть свой творческий потенциал. Деньги – это всего лишь заход. То есть... Да, открой свою ту творческую часть. Да. Да, И может быть, именно ту часть тоже открой, которая у тебя есть возможность не только для душевного роста, но и для мыслей. Абсолютно точно. Поэтому это... Я, как говорится, от общения с тобой удовлетворю. Спасибо. А я очень рада... Я немножко юморист, ты же понимаешь. Конечно, конечно. Спасибо большое. Мне всегда очень приятно. Я тебя очень благодарю за вопросы, потому что они правда расширяют. И с тобой в эти вопросы идти не страшно. Потому что я, например, с кем-то другим рассказываю, не будем тему религий трогать, не будем там что-то. Но я знаю, что в твоем пространстве это всегда безопасно. Это всегда очень... Это безопасно, это всегда очень экологично. Всех религий. Всех религий. И это уважение про признание, про бездомство. Конечно, всех уважаю. Конечно. У меня друзья евреи, у меня друзья христиане, у меня друзья мусульмане. Ну, а как же? А и буддисты? А как же? Да. И вот это очень большое расширение. Спасибо тебе за это, потому что диалоги с тобой это всегда... Спасибо тебе, Василия. Спасибо. Я надеюсь, ты меня пригласишь еще как-нибудь, да? Обязательно. У нас же с тобой уже традиция есть хорошая, встречаться. Давай будем продолжать традицию. Спасибо большое. Спасибо огромное. Друзья, всем пока. Курс стартует в этот понедельник. И до встречи. Приходите на мою страничку, там тоже интересно. Пока-пока. Я тебе в щечку поцелую дистанционно. Давай. Целую. Спасибо. Пока-пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok